Так что же такое блокчейн? Часто задаваемый вопрос. Технология, про которую говорят, пожалуй, за последний год, наверное, все мейнстримные медиа, не только нишевые, которые говорят в том или ином формате про технологии. И почему это происходит, на мой взгляд, так как технология является довольно-таки революционной, сродни, наверное, происхождению интернета. И отвечая на вопрос про блокчейн, я часто сталкиваюсь с тем, что буквально одним предложением довольно-таки сложно ответить, но я попытаюсь это сделать. И сложность заключается в том, что сам по себе блокчейн довольно-таки емкий термин, который включает такие дисциплины, как история, философия, финансы, юриспруденция, регуляция. А все, что касается футуризма, только потом, криптография, только потом технология. Поэтому, когда мы говорим про блокчейн, мы начинаем каждый раз делать некие вводные. Такая технология блокчейн основывается на основных четырех терминах. Первое. Информация распределена между всеми участниками. Не централизованная, а распределена между всеми участниками в сети. Поэтому любой, кто подключается к сети или имеет доступ к данной сети, может скачать эту информацию и, соответственно, работать с ней. Опять же, распределенная информация, второй термин или второе определение, на котором основывается технология блокчейн. Это общий доступ. Третье. Это безопасность. Информация хранится с применением криптографии. И четвертое. Его называют обычный реестр. На английском звучит Immutable Ledger. И то, что это подразумевает, что транзакция или та информация, которая попала в блокчейн, проходит некую проверку. И если она попадает в блок, ставится как некая печать. И эти данные, соответственно, синхронизируются между всеми участниками, что вот он блок, вот информация, которая внутри. И с этого момента ее, соответственно, изменить нельзя. Это то, что является определением блокчейн. А в чем и уникальность? Так как блокчейн и тот протокол, который позволяет нам прийти в распределенном мере к некому консенсусу, позволяет нам убрать посредников. И вот тут вот и находится эта самая революционность, которая касается всех индустрий. Будь то здравоохранение, будь то финансы, будь то так называемый supply chain, соответственно, или медиа. Убирая посредников, мы приходим к тому, что рождаются новые бизнес-модели. Опять же, убирая посредников и добавляет тот самый момент, что информация распределена между всеми участниками. Информация хранится с помощью криптографии, мы снижаем уровень мошенничества. Убирая посредников, мы упрощаем процессы работы между контрагентами. Таким образом, снижаются косты по работе контрагентов. Отсюда вот эти новые идеи, эти новые задачи, эта революционность, которую приносит нам технология блокчейн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова